В 2019-м исполняется четверть века Конституции Беларуси и Институту президентства в нашей стране. Какими стали эти 25 лет для Гомельщины в целом и для каждого из нас? С какими вызовами и угрозами времени приходилось бороться тогда и что сегодня? 25 лет Конституции Беларуси, 25 лет из жизни региона. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. Кандидат экономических наук, председатель Гомельского областного совета депутатов 23, 24 и 25 созывов Валерий Селицкий. И снова здравствуйте. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Павел Жданович. Павел Леонидович, милости просим. Добрый день. Ветеран молодежного движения региона, генеральный директор предприятия Гомельки на видеопрокат Александр Лавриненко. Александр Леонидович, от Виктора Морозов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 25 лет Конституции Беларуси. О истории и весе главного документа страны прямо сейчас, буквально коротко, поговорим с экспертами программы. Заведующие кафедрой политологии и социологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидатом политических наук Еленой Абраменко. Елена Геннадьевна, добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ И доцентом кафедры истории Беларуси Гомельского государственного университета, кандидатом исторических наук Валентином Михетько. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Валентин Алексеевич. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Валентин Алексеевич, в самом начале о предшественниках Конституции современной Беларуси, другими словами, об основе белорусского законодательства. Чем специфично, оттого уверен и интересны эти примеры? Я хотел бы звернуть увагу на то, что у преамбулі нашей Конституции просто означено, что она опирается на шматвяковую традицию развития белорусской державности. Это означает, что сами законодавцы просто означали переемность, совесть нашей Конституции с этими законодавшими державно-правовыми актами, которые создались на нашей земле на протяжении этого долгого периода. И когда мы смотрим в глубь часа, я думаю, что, наверное, нужно было начать с статута Великого Князства Литовского. Безумовно, певный вплыв на принятие нашей Конституции оказали основные грамоты Беларусской Народной Республики. И за тем, конечно, Конституции Советской Беларуси. Четыре Конституции, которые были приняты, соответственно, в 1919, 1927, 1937 и 1978 годах. Основа действительно весомая. Если говорить про Конституцию 1994, чем, на ваш взгляд, интересен и для историков, и для каждого из нас этот документ? Я думаю, в след за авторитетным меркаванием Григора Василевича, который принимал отдел распространения Конституции, затем был в решении Конституционного суда и Генеральным прокурором Беларуси, и он означает, что у нашей Конституции мы значно повеличили присутность, да и суверенность нашего края, незалежность нашего края, самостоянность. Моценно подкреслено место человека, як основанной каштованности, и як основанной мы этой дейности нашей державы. Принятие Конституции для любого государства – важный шаг, задающий вектор развития на долгие годы. Конечно, Конституция – это основной закон для государства, который закрепляет основы законности, суверенитета, правопорядка в государстве. Поэтому, конечно же, наша Конституция, она определила вектор развития хотя бы тем, что были закреплены экономические и социальные основы государства. Например, это социально ориентированная рыночная экономика и широкий спектр социальных прав человека. Например, те же самые права на труд, право на отдых, право на образование. 25 лет Конституции Беларуси. Уверена, на эту тему уже не один раз говорили со студентами, с молодежью. На что в первую очередь стараетесь сделать акцент? Хочется сделать акцент на том, что Конституция закрепила основы нашей государственности, ввела пост президента, закрепила разделение властей, это очень важно для любого демократического государства. Также закрепила широкий спектр прав и свобод человека и гражданина, но также она и закрепила определенные обязанности. Потому что очень часто мы говорим о правах, которые у нас есть, но забываем об обязанностях. А шесть статей Конституции, они непосредственно связаны именно с обязанностями, которые есть у граждан Республики Беларусь. Уважаемые гости, мне подсказывают есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста, есть ли желающие. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, какие положения Конституции при ее принятии были наиболее дискуссированы парламентариям? Спасибо большое за вопрос. На самом деле при принятии Конституции было очень много дискуссионных вопросов. Например, это форма правления, президентская или парламентская республика. Это статус парламентария, профессиональный парламент, либо непрофессиональный парламент. Это количество депутатов, которые могут заседать в парламенте. Но я считаю, что очень важно для наших студентов узнать и то, что последней в Конституции голосовалась статья, касающаяся права на образование. То есть только благодаря последнему дню мы получили бесплатное образование. Хотя была альтернатива. Была альтернатива, предлагали платное образование. У меня вопрос до Валентина Викторовича. Третий статут ВКЛ дейничал на территории Беларуси больше, чем за 250 годов. Чем подтлумачивать такую долговечность? Саправды, третий статут почав свою деятельность как раз у студене 1589 года. Это 330 год тому назад. И дейничал как раз ровно 250 годов. Это отлумачивается, в первую очередь, тем, что у им были зафиксованы только основные конституционные нормы функционирования державы, громадства, политикума Великого князства Литовского. И дальнейшее развитие уже потребовало только неких дополнений, неких помощений. Поэтому он заховывал гнуткость такую и допасовывался до потребового часа. Ну и по сегодняшний день этот документ читается по-настоящему уникальным. Так, он, саправды, уникальный. Это означали, как сучасники, которые распространяли этот документ, это и сучасная юридическая и историческая навыка многих европейских краин. Тут нужно отметить, что третий статут Великого князства Литовского и он у значительной ступени был краницей законодательства для польской державы. И это мало кто ведает, но шесть разделов нашего статута фактически дословно были перенесены в соборное уложение российского государства 1649 года. Там на просткит написано из литовского статута. О предшественниках главного документа страны достаточно много поговорили. Ну а прямо сейчас о конституции современной Беларуси. 25 лет конституции, 25 лет институту президентства нашей республики. По-моему, хороший повод вернуться назад и вспомнить этот отрезок времени, достаточно весомый отрезок времени и для региона, и для каждого из нас. Валерий Степанович, каким он был для вас и вашей семьи? Это был очень тяжелый период, потому что развалился Советский Союз фактически, и у нас разорвались связи производственные, кругом возник дефицит. Я бы даже сравнил этот период с послевоенным, когда всего не хватало, никто не знал, что делать правильно. И интересный парадокс был в том, что появилась новая прослойка и политических деятелей, и общественных, и интеллигенций, которая предъявляла претензии власти, и одновременно от нее требовало принятие решений. И вот найти вот этот консенсус и найти правильное решение было чрезвычайно трудно. Поэтому в этой конституции, которая была принята, были даны нам многие вопросы и ответы. Это концентрация власти, это появление президентского поста и персоналей, которые заявили о том, что мы берем ответственность за выход страны из кризиса. И в принципе вот эта последовательная линия была проведена. Эти ответы на вопросы были даны в 94-м, но если говорить про 90-е, как непростые, переломные, и как часто их называют лихие. Вы в это время руководили Мозырским горкомом партии, после была работа в Гомельском областном совете депутатов. Чем дышало то время? Ответов на простые и не самые простые вопросы требовали все. Это была очень напряженная работа, причем выход находили очень редко, потому что такие противоречия, которые возникли, это я бы сравнил с таким политическим Бровновским движением. Столько было противоречий, и ответов не было. Даже обращались высшестоящие органы и не могли ответить на эти вопросы. И не надо забывать, что недавно только произошла Чернобыльская катастрофа, которая добавила в Гомельской области кризис этот еще усугубила и добавила туда очень много нерешенных вопросов. Поэтому, конечно, люди были взволнованы, люди не знали ответа. Куда обращаться? К органам власти, у которых тоже возникало очень много вопросов, без ответов. 1994 год. Тогда еще кандидат в президенты Александр Лукашенко произносит, на мой взгляд, действительно эпохальное заявление, ставшее частью, возможно, частью целой национальной стратегии. Вот цитата. Отвести государство и народ от пропасти – вот первостепенная задача президента. Виктор Николаевич, о какой пропасти тогда говорил Александр Лукашенко? Александр Лукашенко в это время был депутатом Верховного Совета и председателем Временной комиссии по борьбе с коррупцией. На тот момент, правильно Валерий Степанович сказал, очень напряженная обстановка была, паралич власти, той советской власти, которая нам досталась от Советского Союза. По сути дела, новые институты власти тогда только формировались. Поэтому вопросы коррупции, они тогда были актуальными, как вот смутное в то время. И в областях числа депутатов, вот Чарун Виктор Иванович по Гомельской области возглавлял рабочую группу, которая входила в комиссию Лукашенко по Гомельской области. И были представители туда делегированы от всех правоохранительных контролирующих органов. Вот я был в составе этой комиссии, от прокуратуры делегирован. И мы обработали ту информацию, которая у нас имелась на тот момент по Гомельской области. Передали данные председателю комиссии в Верховный Совет. И Александр Егорьевич, если вы помните, делал доклад на этот счет и показал, что коррупция разъедает власть, коррупция разъедает то государство, и нужны срочные меры. Что еще из актуального, с чем приходилось бороться и сотрудникам прокуратуры, в которые вы работали, и правоохранителям, и вообще всей Беларуси? Необходимо сказать, что по прошествии 25 лет можно говорить о том, что, например, в те годы по области совершалось примерно в среднем 200 убийств. Сегодня их совершается в три раза меньше. То есть за 25 лет, вот смотрите, как мы укрепили институты власти, плюс социально-экономическое положение улучшилось в наших граждан, и мы, по сути дела, выбиваем сегодня почву из-под преступности. И вот то, что в три раза меньше убийств на сегодняшний день совершено, чем 25 лет назад, это красноречиво говорит вот о том положении, которое мы сегодня имеем, и сегодня, извините, можно спокойно ходить по улице. Та самая пропасть, возможно, о которой тогда говорил Александр Павлович? Я думаю, да. Еще один такой момент, который не дискуссируется и почти не освещается. К власти начали приходить новые люди, которые считали, что если он находится у власти, то можно решать свои вопросы. И я могу с полной уверенностью сказать, таких людей было много, которые пришли на волне вот этих, кстати, мнений, критики власти существующей, потом, когда они заняли посты определенные, начали решать свои вопросы. Выбивать себе участки для строительства особняков, строить особняки и так далее, и так далее. Поэтому вот борьба с этой прослойкой, она как бы была очень сложная, невидимая, но она присутствовала. Очень много было политического популизма. Очень много людей, которые ничего с собой не представляли, но выходили на трибуну и лозунгами, да, под видом демократии пытались нас учить, как управлять государством. Слава Богу, эта пена политическая сегодня спала. И даже ранее судимые выходили вот возле, на площади восстания, на трибуну и всячески поносили власть на тот момент, которая людей одевала, обывала, строила жилье, решала коммунальные и другие социальные проблемы. Первая рабочая поездка в Гомельскую область Александра Лукашенко. Первое совещание здесь в Гомеле. Я знаю, что вы были на этой встрече. Помните, о чем вел тогда разговор глава государства? Ну, это не первая поездка, она такая знаковая. Это первое республиканское совещание, которое проводилось нашим президентом как раз 12-13 марта 96-го уже года. Вот даже сохранился такой пропуск. Вот это да. Сейчас столько лет. Поэтому высшие должностные лица нашего государства тогда присутствовали в нашем зале ОКЦ. Я был в числе приглашенных. И вот тогда президент на злобу дня подчеркнул, что нужно сеять, нужно убирать, нужно кормить народ, нужно решать продовольственную программу. Вот да. И надо кончать политический популист. АПЛОДИСМЕНТЫ Олексей Леонидович, в те годы вы, если не ошибаюсь, координировали государственную молодежную политику здесь, в регионе. Почему это время было особенно непростым для молодежи? Ну, я могу сказать, что мне довелось как раз в 90-е годы побывать в разных ипостасях в сфере молодежной политики. Начинал как депутат областного совета, заместитель председателя соответствующей комиссии вот с Валерием Степановичем и мы вместе немало провели времени в одном зале. Потом уже работал как профессиональный работник в системе комитета по делам молодежи областполкома, а потом уже возглавлял молодежную общественную организацию. И я могу сказать, что, естественно, интересы молодежи во все времена одинаковые. Достойное образование, достойная работа с достойной зарплатой, любовь, семья, дети, разнообразный досуг, самореализация. В общем-то, все это было и есть, остается и сейчас. Другой вопрос, чтобы правильно говорили коллеги, время было такое, когда было крушение идеалов, крушение политической системы, крушение экономической системы, когда, как говорили некоторые, рынок спасет все, когда, назовем так, мягко, демократический идеализм, когда, вот как сказал Виктор Николаевич, можно с трибуны как бы решать вопросы. На самом деле, на трибуне вопросы не решались. Вопросы решались в полях, в цехах и там, где работают люди, где производилась действительно реальная продукция. И в том числе, я очень рад, что наше учебное заведение сохранили вот те самые традиции, которые были заложены на стадии их развития, высшие в первую очередь, и даже и средние специальные, и система профтехобразования. И вот все это тогда работало на то, чтобы молодежь в это непростое время получила возможность все-таки сохранить какие-то ценности и получить вот это достойное развитие. Важный этап, в том числе, для развития молодежного движения и в регионе, и в стране, не стало в ЛКСМ. Наверняка, неоднократно об этом думали. Мы тогда рисковали потерять целое поколение, если бы не предложили альтернативу? Ну, наверное, не совсем корректно говорить, что не стало в ЛКСМ, потому что, естественно, как не стало Советского Союза появилась Республика Беларусь суверенная и другие государства, так и не стало в ЛКСМ, появился Союз, тогда он назывался Молодежи Беларуси, правоприемник, который сохранил определенные традиции, определенную школу и который работал, существовал и работал с молодежью. Другой вопрос, масштабы были немножко не те уже. И здесь нужно отметить, что вот с приходом уже главы государства Александра Григорьевича Лукашенко вот в 97-м году был дан новый импульс молодежному общественному движению посредством создания белорусского тогда патриотического союза молодежи, которые, в общем-то, это пришли действительно молодые люди, тогда его возглавлял нынешний руководитель парка высоких технологий Всеволод Вячеславович Янчевский. Это действительно были люди, которые было чуть больше за 20, которые хотели что-то делать, потому что традиции традициями, но кадровая школа немножко ну как бы забронзовела вот эта вся система и надо было ее встряхнуть. И вот благодаря появлению БПСМ и последствия уже создания Белорусского Республиканского Союза Молодежи, той модели, которая объединила традиции и новое современное веяние, подходы, удалось действительно молодежное общественное движение реально сегодня поднять и превратить в реальную силу. До программы Александра Леонидовича вы так много говорили о монументе дружбы и фестивале, который долгое время масштабном фестивале, который долгое время там проводился. Чем так дорого это место вам и вашей семье? Ну, потому что это, во-первых, действительно это традиция, которая зарождена была не нами, мы просто ее продолжали, развивали. А во-вторых, это традиция, которая, в общем-то, объединяла людей. Она работала чисто на конструктив, она работала на то, чтобы мы могли соединиться даже не только раз в году, потому что я хочу сказать, что в 96-м году именно на монументе было подписано первое постсоветское соглашение межрегиональное о сотрудничестве в области молодежной политики между Гомельской, Брянской и Черниговской областями, которые потом дополнились и Могилевская, и Орловская области, и другие области, и, соответственно, в рамках этого соглашения монумент, встреча на монументе, это была действительно как бы кульминация, апофеоз такой сообразный, но развивались другие направления. Социальная работа, волонтерское движение, культурное сотрудничество, сотрудничество по различным направлениям, в частности, интеллектуальные команды. В общем, это не только встреча ради встречи, это символ единения, дружбы и развития. Да, это возможность, и что очень важно хочу сказать, это была возможность, когда, сохранив советские традиции, уже молодежь приобретала черты самоидентификации, культурной и национальной. То есть, мы были едины, но все равно была команда Белоруссии, команда России, команда Украины. Кстати, символ единения народов Белоруссии, России и Украины в этом году по решению президента отреставрируют. Как в вашем окружении восприняли эту новость? Исключительно позитивно, потому что, понимаете, вот это ощущение, когда ты подъезжаешь сейчас к этому месту, это ностальгия и это боль из-за того, что там сегодня, в каком оно состоянии. Это, в общем-то, идея, которая, можно только сказать огромное спасибо Александру Григорьевичу, но я хотел бы, с учетом того, что все-таки это было место объединения молодежи, может быть, чтобы молодые сами восстановили этот монумент, чтобы это было место, действительно оно оставалось святым местом именно для молодых людей. Саша, когда был депутатом и отражал молодежные, так сказать, вот эти проблемы в областном совете, он был очень активным депутатом, и молодежь вообще была активной, она хотела прийти к власти в то время и решать свои проблемы. И я хочу сказать, что сессии-то проходили по 2-3 дня, представляете, возле микрофона стоит по 15-20 человек, и Александр все время там выступал, и, так сказать, пробивался к микрофону, сначала вел борьбу с депутатами, которые там стояли, а потом озвучивал молодежные проблемы. И я должен сказать сегодня, что вот многое из того, что было решено и даже записано в Конституцию, вырабатывалось, в том числе, и на сессиях. Вот, из Гомельской области, допустим, ставился такой острый вопрос, как компенсация за ущерб от Чернобыльской катастрофы. И есть статья в Конституции, где записано, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду и компенсацию в случае вреда. Вот, вот молодежь тогда была очень активна, и я, как председатель, я должен сказать, вот, может, запоздал, но объявить ему благодарность. Я хотел бы упомянуть ученых-правоведов, которые имеют самое непосредственное отношение к разработке нынешней Конституции. Здесь упоминалась фамилия Григория Алексеевича Василевича, но надо вспомнить и Василия Ивановича Шаладонова, который возглавлял рабочую группу подготовки проекта Конституции, нашего земляка, вот, он депутатом был от Гомельской области. Вот, благодаря этим людям, по сути дела, и правовое положение прокуратуры мы сегодня имеем Конституции, закон о прокуратуре, вот, они непосредственно разрабатывали, поэтому хотелось бы упомянуть и этих людей, которые внесли весомый вклад в разработку Конституции. Павел Леонидович, как на Ваш взгляд, почему все чаще, особенно сегодня, становится актуальной тема сохранения исторической справедливости? Это тоже один из пунктов в разговор о вызовах современного времени? Да, это действительно так, и Вы знаете, я, наверное, бы взял эту тему шире, это сохранение исторической памяти, потому что историческая память нами сегодня понимается как наш коллективный исторический опыт, по сути, вот, а значение самой исторической памяти для нас, это такой код, это идентификация наша, поэтому этот код необходим для чего? Для того, чтобы сохранить ту социокультурную идентичность, которая у нас сегодня есть. Причем это затрагивает от группы, допустим, семья, вплоть до нации, до государства, вплоть до человечества мы можем рассматривать. Безусловно, сегодня, к сожалению, у нас уже на слуху такие понятия, дефиниции, терминология, как гибридная война, ее составляющая часть информационная война. Естественно, что сегодня либо политическими кругами отдельными, отдельными политиками используются различные методы, которые направлены на то, чтобы расшатать национальное единство, на то, чтобы ликвидировать те ценности, которые существуют. Очень важно отметить в этой связи, что для любой практической нации важной составляющей является ее военная история сегодня, как в ее формировании мировоззрения, так и в целом в основном понятии исторической памяти. Расшатывание, понятно, национальное единство следует конечной целью это ликвидация по сути дела государства, ликвидация его суверенитета. Я хочу сказать, что даже вот так вот ретроспективно просто бросить взгляд то, что только сделано в Гомельской области за прошедшие годы, ну, начиная от создания Гомельского областного музея военной славы, потом прекраснейший мемориальный комплекс создан сегодня в городском поселке Лоев. В Средлогорском районе сегодня создан, поставлен памятный знак и экспозиция создана посвященной операции Багартиона. Это сделан проект по линии союзного государства. В городе Гомель, в нашем областном центре сегодня создана прекрасная аллея героев, реконструированный памятник гомельским подпольщикам, воинское захоронение, где есть захоронение 1041 года и 1043 годов. Это вот то, что сегодня сделано. Вот мы только сразу берем первое, что приходит на ум, да, сейчас. Если говорить сегодня о вопросах законодательства, если говорить о вопросах сегодня документальных, которые мы можем подвести под этот вот момент, то, безусловно, я хотел бы отметить, что у нас в концепции национальной безопасности, которая была утверждена в 2010 году президентом Республики Беларусь, очень четко говорится о вопросах гражданско-патриотического воспитания и на региональном уровне о координации действий различных ведомств и органов по этому вопросу. Ну и вот буквально еще в продолжение темы законодательства, хочу сказать, что буквально в осеннюю сессию 2018 года уже в первом чтении Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь принят закон, он звучит так, что о внесении дополнений в законы Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с пропагандой и противодействия нацизму и экстремизму. В том числе как механизм защиты нашей исторической правды, да и в целом как инструмент гордости, никак иначе, более 10 лет назад в Гомеле появился областной музей военной славы. В чем уникальность этого учреждения? Задаю этот вопрос вам. Долгие годы возглавляли учреждение. Ну, сегодня у нас в студии присутствует основатель этого учреждения, по сути, Валерий Степанович и основатель, и идейный вдохновитель. Вы знаете, действительно, это учреждение стало уникальным в чем? Во-первых, это уникальность его экспозиции. Это впервые была реализована концепция и предложил ее Валерий Степанович, собственно говоря, многие эксперты, профессионалы своего дела бились над тем, что же мы будем показывать и как же мы будем экспонировать. А это очень интересная экспозиция сама. Она разомкнута, как мы говорим, во времени и пространстве. Она посвящена защите Отечества с древнейших времен и вплоть до современной армии Республики Беларусь. Действительно, мы в Гомеле сделали впервые такой вариант. Да, потом уже повторял и Минск и так далее. Ее можно было совершенствовать, дополнять какими-то новыми предметами, делать реэкспозицию. Но впервые она была реализована именно в Гомеле. На тот момент в масштабах страны действительно уникальный проект, но я уверен, что, как у любого хорошего дела, была и вторая сторона. Ведь говорили, а зачем еще один музей? Вы знаете, нет. Я хочу сказать, что некоторая борьба была там между работниками музеев, которые не хотели отпочкования музея военного, от экспозиции, которая была у парки в нашем. Но я хотел бы подчеркнуть один момент. Вот этот музей наш отражает, и вообще вот то, что Павел Леонидович сказал по истории. Надо здесь и ученых наших вспомнить, историков, которые унесли большой вклад в публикации новых материалов о войне. Вот сидят представители здесь, значит, наших историков. Вот. Я хочу сказать, что это все отражает, ну, уникальное для земного шара поведение белорусов в 20 веке, связанное с агрессией внешней. Это было безукоризненное поведение, ценой огромных потерь, но тем не менее белорусы себя просто прославили. И вот эта компонента нашего общественного сознания и государственной политики, я думаю, она еще на десятилетия, может быть, даже больше, станет одним из краеугольных камней и в международном плане авторитет нашей страны, вот, которая стала вот суверенной после принятия Конституции, по сути дела, и ее поведение во время войны. Вот я хотел бы подчеркнуть этот момент. 25 лет суверенной Беларуси. Виктор Николаевич, возвращаясь к цитате президента, тогда кандидата в президенты Александра Лукашенко, который озвучил в начале программы, как по-вашему, нам удалось решить поставленную задачу и уберечь народ от той самой пропусти, о которой говорил Лукашенко? Если обращаться к истории 25 лет назад с лозунгами, с которыми президент пришел к власти, они и сегодня актуальны. И 25 лет назад президент говорил о том, что коррупция разъедает государство, вот с ней нужно бороться. И сегодня, если вы внимательно слушаете нашего президента, его принципиальную позицию, невзирая на должности, невзирая на личности, он говорит, что мы должны с этим бороться в первую очередь, потому что все, что сегодня в государстве делается, оно может быть сведено на нет. Поэтому сегодня мы, правоохранители, отдаем себе отчет, и вы знаете, у нас все равны сегодня перед законом, невзирая на должности и на лица. И вот те громкие уголовные дела по коррупционерам, вот тому подтверждение. Сегодня международные эксперты и на дипломатическом уровне нам ставят упрек, что единственное государство в Европе, которое сегодня применяет смертную казнь, сохранило институт смертной казни в своем законодательстве, это Республика Беларусь. И участвуя вот на встрече с представителями дипломатической миссии страны Евросоюза, я высказал мнение, когда привел динамику, привел цифры, которые были 25 лет назад, вот сколько у нас применялось смертная казнь, и сегодня у нас есть годы, когда смертная казнь не применяется по области, по стране, но 1, 2, 3 максимум случая применения, это жесточайшее убийство, и я говорю, по мере того, как мы будем проводить социальное, экономическое преобразование, улучшать правовое положение человека, его социальные права будут у нас соблюдаться, по мере этого у нас все меньше и меньше будет совершаться таких, техчайших преступлений, как убийство, причинение тяжких телесных повреждений, и мы со временем ну, сминимизируем количество этих преступлений, и по сути дела и отпадет необходимость применять, вот, может быть, кому-то покажется не совсем гуманную, гуманное наказание. Сегодня то и дело говорим о вызовах современного времени обществу, что на ваш взгляд наиболее актуально помимо темы коррупции, борьбы с преступностью, что еще, над чем предстоит бороться? Мы живем в 21 веке, мы, к сожалению, не оторваны от всемирной паутины, и все негативные процессы, которые мы сегодня в интернете видим, да, связанные с увлечением молодежи каким-то сектантским движением, не буду называть какими, да, с наркоманией, повальным увлечением, какими-то игровой зависимостью и так далее, и так далее, поэтому новое время диктует новые вызовы, и задачи, я думаю, всех государственных органов, не только, значит, правоохранительных вызовы эти принять, обуздать их, и чтобы вот та толерантность, то спокойствие в нашем обществе, социальное согласие, сохранить, ну и чтобы следующее поколение это почувствовало. Современный парламент, в его сегодняшнем виде был сформирован, если не ошибаюсь, по результатам изменений в Конституцию 96-го. Павел Леонидович, как депутаты сегодня влияют на решение реальных проблем белорусов? Ну, во-первых, действительно, по результатам референдума 24 ноября 1996-го года у нас создан двухпалатный парламент, это палата представителей национального собрания и Совет Республики национального собрания. Сегодня инструментарий, то, как может депутат национального собрания реализовывать, собственно говоря, свою предвыборную программу, свои какие-то обязательства и работать, он сегодня изложен в законе о статусе депутата национального собрания. Не буду вдаваться очень подробно, там очень широкий инструментарий, но, наверное, один из самых главных таких элементов это выступать с правом законодательной инициативы по тому или иному вопросу. Естественно, работая в регионе, общаясь, шляя приемы граждан, общаясь с гражданами, с представителями юридических лиц, эта информация анализируется, собирается, и потом, безусловно, в том или ином виде, в виде законодательной инициативы либо сам депутат, либо группа депутатов, она может выступить для ее внесения в наше действующее законодательство. Вы в парламенте более двух с половиной лет, каждый месяц ведете здесь в Гомельской области приемы граждан. Каких вопросов и проблем не меньше, несмотря на то, что вопросы решаются? Ну, вы знаете, конечно, сегодня топ самых вопросов, я бы их пять, выделил, те, которые лично у меня, потому что я хочу сказать, что даже в одном городе Гомель, допустим, у каждого депутата, они разные, да. Если мы берем город, и сельскую местность, она тоже будет разная. Я могу говорить за себя сегодня. Это, безусловно, вопросы благоустройства, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы в целом трактовки законодательства по тем или иным вопросам, в частности строительства, это вопросы пенсионного обеспечения и, наверное, медицинского обслуживания. Вот на сегодняшний день тот спектр топ вопросов. Ну, а так, безусловно, если брать чуть по статистике умения, то она затрагивает все сферы жизнедеятельности нашего общества, причем депутат еще участвует в социальных, культурных проектах, которые так или иначе проходят на территории города либо его округа, либо он сам является инициатором, либо его приглашают, поэтому он достаточно активно должен принимать участие. Говоря про работу с обращениями граждан, как по-вашему, за эти 25 лет, за четверть века белорусы научились отстаивать свои права? Ну, за 25 лет несложно говорить. Я хочу сказать... Ну, как чувствуется сегодня? Ну, вы знаете, да, действительно, сегодня, во-первых, я хочу сказать, что повысился уровень правовой грамотности человека. Даже приходя на прием, достаточно люди подкованы правовой. Понятно, это вопрос, они обращаются и к адвокатам, и уже изучают сами законодательства, пытаются оперировать какими-то нормами. Вот, то уровень правовой культуры населения, безусловно, я хочу отметить, что он действительно повысился. На мой взгляд, все-таки проблема есть. Проблема в чем? Вот депутаты работают, я был депутатом долго, значит, очень многие поднимают личные узкие вопросы. Поэтому вот правовая культура населения должна развиваться в сторону общественно значимых проблем. Вот, к сожалению, мало поднимаются общественно значимых проблем. Может быть, группы населения надо, вот, когда вот Саша был, от молодежи выступал, значит, так, от населенных пунктов и прочее. Потому что депутата надо тоже нагрузить хорошо, использовать его для решения именно значимых общественно таких вот проблем, которые касаются многих людей. Безусловно, человек приходит, у него есть персональный вопрос, персональная проблема. Вопрос в чем все заключается? В том, что он излагает свою точку зрения. Чтобы принять какое-то решение, надо выслушать и вторую, и третью, порой и четвертую сторону, чтобы принять какие-то ту или иную решение. Если говорить в вопросах, связанных с законодательной инициативой, которая исходила от граждан либо юридических лиц, вот за два с половиной года, ну, буквально четыре, скажем так, которые лично были у меня, две из них сегодня, они получили положительные как бы моменты сегодня, например, связанные с техосмотром, оно уже введено в законодательство и действует. Вопрос второй связан с изменением постановления Министерства труда и социальной защиты по группам отнесения, критериям группам отнесения по оплате труда, тоже сегодня уже разрабатывается механизм с первого июня 2020 года будет. Ну, а еще две незаконодательные соотделения требуют, конечно, более серьезной проработки и со всеми заинтересованными уже госорганами. Александр Владимирович. Я хочу еще один момент, вот Валерий Степанович вспоминает мою депутатскую деятельность, я хочу сказать, не хвалясь, но когда я был избран депутатом, я был еще действующим студентом пятого курса университета имени Франциска Скорины. То есть, возможно, стоит ту практику повторить, потому что до и после, наверное, таких случаев прецедентов не было. Самый молодой депутат. Да, мне было 23 года, я был депутат областного совета. И поэтому, действительно, кровью мы попили тогда много руководству. И я сейчас, может быть, дед и жалею в некоторых, хотя школа была просто великолепная, отменная, потому что учителя были просто гениальные, начиная Александр Адамович Гроховский, Николай Григорьевич Войтенков, Валерий Степанович. Это действительно много дало в жизни. Поэтому, наверное, молодежи надо быть студентом тоже немножко более активными, преподносить себя и работать. Виктор Николаевич. Я хочу подтвердить, что, действительно, за эти годы уровень правовой культуры населения значительно увеличился. Сегодня есть доступ и к печатным изданиям, и интернет-изданиям населения. И то количество заявлений, которые мы имеем сегодня в судах, говорит о том, что сегодня люди спокойно могут обращаться в суд за защитой своих жилищных, трудовых прав, других социальных прав, и часто используют эту возможность и добиваются своей правоты. И еще одно мнение в тему разговора встречите заместителя председателя Гомельской областной нотариальной палаты Светлана Шаханцова. АПЛОДИСМЕНТЫ достаточно грамотный, начитанный, образованный клиент, который, в принципе, правильно формулирует тот вопрос, за которым он пришел, на который он ищет ответы. Можно говорить о том, что различные факторы влияют на это. То есть за те годы прошедшие это и развитие бизнеса, это эмиграция населения, это и те многообразие видов собственности, это многообразие того имущества, которое на сегодняшний день в собственности есть у наших граждан. Это желание, скажем так, защитить, реализовать свои права. Ну и доступность информации, которая сегодня повсюду. Сейчас хотел буквально коротко поговорить про интернет-просвещение. Здесь, наверняка, кроме плюсов есть и минусы. Такой институт псевдограмотности не появился еще? Ну, безусловно. Здесь можно говорить, вы абсолютно правы, две стороны медали. То есть, с одной стороны, вот эта доступность и развитие информационных ресурсов, то есть наличие и возможность любому гражданину в интернете найти любую информацию, любой нормативно-правовой акт, изучить его и прочитать. С другой стороны, конечно же, можно говорить о том, что динамика законодательства, его достаточная гибкость может привести к тому, что гражданин просто будет владеть неактуальной информацией, устаревшей информацией. Ну и также, конечно, нормативно-правовые акты не всегда достаточно понятны нашим гражданам, и поэтому они могут... Потому что, если есть вопрос, нужно идти к специалистам. Да, совершенно верно. Кстати говоря, как вы и ваши коллеги стараетесь решать эту проблему? Очень много граждан обращается на консультации к нотариусам, в частности, да, но помимо той работы, которую мы осуществляем ежедневно, нотариусы очень часто взаимодействуют со средствами массовой информации. Это различные печатные издания, это выступления на радио, телевидении, это различные акции благотворительные, которые проводятся, в частности, на базе публичного центра правовой информации, который при нашей Гомельской областной библиотеке. Ну вот, такого рода действий их достаточно много. Было бы желание, информацию найти можно. Конечно. Итак, 25 лет Института президентства, 25 лет Конституции Беларуси. Сегодня об этом достаточно много говорили. Каким стал этот период для Гомельской области, для каждого из нас, чему он должен научить? Время итогов. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. 25 лет для истории это совсем небольшой срок, но можно говорить о том, что в течение этого времени нашей области удалось обеспечить поступательное развитие, сохранив лучшие традиции, наработанные в прошлое советское время, и, конечно, реагируя на веяние времени, превращаясь постепенно в современную индустриальную технологическую не державу, но регион, который способен решать большие задачи. Павел Леонидович. Ну, 25 лет это, конечно, безусловно, историческая дата, это определенный исторический этап развития нашего общества, нашего государства. Можем сказать, что у нас сегодня идет действительно поэтапное строительство молодого государства, но правового государства, экономически развитого государства, государства, которое сегодня сохраняет свою социальную ориентированность и развивает свои гражданские институты. Валерий Степанович, вот сегодня уже говорили, мы действительно богаче, чем часто думаем. Я хочу сказать, что вообще, мне кажется, мы приняли 25 лет назад вполне авторитетную конституцию, которая может быть даже примером для некоторых государств. Вот если ее сегодня почитать очень внимательно, там не к чему придраться особо. Значит, и международные там вопросы хорошо отражены, значит, соответствуют правовым нормам международным, и традиции наши заложены туда, и возможности, и прочее. Я единственную претензию имею к конституции к разделу по местному самоуправлению, потому что резервы местного самоуправления, они настолько огромные, они еще, на мой взгляд, плохо используются. Я бы здесь развивал бы инициативу и так далее. И последнее, что я хочу сказать, конечно, здесь вот мои коллеги поднимали очень много вопросов, и мы как-то вскользь промолчали об экономике. Поверьте, что настолько серьезные возникают проблемы в экономике, конкуренции международной, совершенно новые технологии, управления применяются, поэтому нам здесь вот на это внимание нужно. Это приоритет номер один, который определяет все остальное. Поэтому хорошая конституция, крепкая экономика и счастливый человек. Вот цель такая, она может быть достигнута. Конституции предусмотрено все и даже больше, говорит Валерий Степанович. Как понимаю, осталось жить и работать честно. 25 лет новейшей белорусской государственности подтвердили, что мы находимся на правильном пути. Мы строим правовое и социально ориентированное государство. Неоднократно об этом говорилось. И если мы сегодня говорим об исполнении законов, достаточно, уровень правовой культуры у нас достаточно высокий. И еще правоприменительные органы должны отдавать себе отчет, чтобы справедливость у нас в обществе была. Вот лозунг сегодня президента, что еще и справедливость в нашем обществе должна превалировать. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Спасибо. Спасибо.